приветствую вас уважаемые автовладельцы автолюбители сегодня у нас рубрика ремонт и как нередко бывает расскажу вам парочку страшных историй притом одна свеженькая а вторую достанем из нашего архива вот бывают такие ремонты когда кажется ну все попадало на деньги сам не сделаю надо ехать сдаваться сервисменом ну как в кино а потом начинаешь разбираться ты плевая дело сейчас и сам все сделаю жень врубай шарманку первая история началась с того что во время движения на приборке вспыхнула контрольная лампочка давления масла страшная лампа для автовладельца показывает проблему с мотором в нашем случае красный свет возникал на холостых после прогрева чуть поднимешь обороты мигает отдашь газу гаснет интернет знает все если спросить у него то впору хвататься за сердца ужасы вы только почитайте причины у подобного поведения лампочки называют страшные засорились масляные каналы износ вкладышей и коленвала умер маслонасос стружка в моторе она забила маслоприемник в общем хана мотору а самое печальное что все это может быть правдой хотя есть и безобидные советы типа долить масло или поменять фильтр подождите пугаться и начнем с малого послушаем да посмотрим и у нас есть причина на то чтобы оставаться спокойным уровень масла в норме мотор визуально в порядке никаких изменений в работе шуршит ровно то делается строго раз в год фильтр man масло заливается хорошая а поэтому первым делом на что стоит посмотреть это на датчик той самой контрольной лампочки давления масла датчик спрятан под чехлом и вот если он потной но как в нашем случае то радуйтесь возможно причина именно здесь менять датчик по любому раз потек стоит недорого этот купили где-то рублей за 200 для его замены на вазовском моторе нужен ключ на 21 спецы конечно могут меня упрекнуть мол прежде чем менять датчик нужно проверить сигнальный провод вот если бы лампочка горела постоянно туда согласен можно было бы грешить на провод но не забываем условия задачи на холодную это вообще все в порядке да и на прогретую лампочка начинает мигать лишь на холостых а поддашь газу гаснет в общем в нашем конкретном случае нужно грешить все-таки на датчик итак снимаем защитный чехол отсоединим провод и откручиваем подтекший датчик достаем и обратите внимание на нем есть обжимное колечко не оставьте его в моторе ставим новой сильно не затягиваем момент всего-то два с половиной килограмма ну а теперь затаив дыхание пускаем мотор вуаля лампочка после пуска гаснет и главное не загорается и после прогрева двигателя победа весь ремонт пять минут а страху то нагнали но переходим ко второй истории несмотря на то что произошла она в нулевых годах но актуально будет всегда и так приехал на ремонт volkswagen passat b5 владелец в панике в подвеске что-то стучит машину болтает кузов треснул и скоро развалится ну разболтает то разумеется первым делом проверили амортизаторы и конечно вот оно задний весь в масле понятно дело что такое уже нормально не работает а самое главное что поменять амортизатор на пассате сможет любой всего-то открутить три болта два вверху и один снизу хотя тонкость есть сейчас ее покажем и так выкручиваем нижний болт однако вынуть его просто так не получится для этого необходимо слегка сжать подвеску вот теперь спокойно вынимаем кстати болтик в отличном состоянии не ржавый далее открутим парочку верхних болтов почти все осталось открутить гайку штока амортизатора предварительно сняв с нее колпачок вот и разобрали это опора с отбойником и защитным чехлом здесь все в порядке а это амортизатор и он мертвый люфтит стучит и машину из-за него болтает несколько советов по замене меняет амортизаторы парами то есть если потек один задний то покупаем и меняем оба задних перед установкой не забываем прокачать делаем это правильно с переворотами и паузами в две-три секунды а то потом жалуются мол брак подсунули стучат а на самом деле просто не прокачали после этого устанавливаем опору на амортизатор и прикручиваем ее гайкой для этого нужно поддержать шток амортизатора осталось поставить стойку на место как помним при помощи трех болтов все весь ремонт за час и его под силу сделать самому даже не имея подъемника в общем никогда не паникуйте хотя понимаю когда железный конь захворал это крайне неприятно зато радует то что лечение быстрое и недорогое главное правильно поставить диагноз на сегодня все ставьте оценки и увидимся жень вырубай шарманку